Делать приятный вам, не знаю, понравится вам эта тема, не понравится. Ну, то, чем я живу, то, чем живут мои друзья, я решил предоставить нашу план. Значит, перед вами сегодня выступит, ну, например, так, большой человек, для меня большой человек, автор-исполнитель, семикратный обладатель первой премии всевозможных международных конкурсов патриотической песни, первое премии получить, вы сами понимаете, очень сложно. Войны, интернет-патриотики, пограничник. Мазур Владимир, у нас в жюри, он член жюри нашего конкурса, как бы по заслугам. Поэтому, ну, не обессудьте, что оторвали вас на полчаса от работы, предоставляю вам возможность послушать, насладиться этим действием. Владимир Мазур. Добрый день, дорогие друзья. Самое главное и самое важное, что состоялось у меня в вашем городе, это прыжок с хорошим. Об этом забыл рассказать. Хотя, вы знаете, я этим очень сильно прыжался на самом деле, потому что я пограничник, естественно, и как-то не совершал прыжок с парашютом, а здесь меня ребята очень долго подписали, во всем мне глазах это произошло. И как видите, самое главное, что это было удачно. Для вас я хочу сегодня вспомнить несколько своих песен. И первая песня, песня приветствия, которую я назвал «Здравствуй, друг». Здравствуй, друг. Вспомни, как слушали песни. Здравствуй, друг. Здравствуй, друг. Здравствуй, друг. Добрый день, как слушали песни. Я считаю, что видимся не часто, раз в другом. Но, поверьте, не показывай, Мы будем ей всю жизнь, Поза смотреть, И позаботься, Такое блаженство и смеет. День, не Бог, да зубь. Мы потеряли, немного и мало, Что она нашла так, и трудно понять, Но долевать нам теперь не пристала, Что вы еще не пришлось потерять. Что вы еще не пришлось потерять.. Что вы еще не пришлось потерять. Здравствуй, судьба нас раскрасала, Здравствуй, нам часто не хватало того, Что было с нами в те годы. Здесь не найди, не отыскать никак, Только средства и ты не берег. Отнаревали, не жалея прошло, И без такой высоти кота. Все, что там было в обиде хорошем, С нами останется здесь навсегда. 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 Здравствуйте. Сейчас я хочу вспомнить, пожалуй, основную свою песню, которая была написана об Афганской войне. Не столько об Афганской, не столько о нас и афганцах. И этой песне действительно столько же времени, сколько об этой гитаре. И 21 год. С этой гитарой я обидел всевозможным хорящим точкам. Песня, которую я подъел в итог моим афганскому запрещению 21 назад. Было написано не по каким-то официальным данным, но им в печати, им просто не было. Было написано и по личным наблюдениям за судьбами моих друзей афганцев, и назвало ее Афганской статистикой. Об этом забыть нам просто нельзя. На наших руках умерли друзья. На наших глазах проходила война. Но что же теперь проще для нас? Афганский синдром вам покой не даст. Он будет повсюду преследовать вас. Афганский синдром от Афганской войны. С тобой, братишка, мы с той стороны, где снились нам сны родным тишин. И громкие фразы совсем не нужны. Гораздо важнее нам было с тобой остаться живыми, и вернуться домой. Но приняли нас здесь за белых ворот. Афганский синдром И если вдруг кто-то задел сбор, Но ответит за это войну. У каждого третьего нет больше сил, Чтобы что-то еще доказать. Но каждый четвертый еще не остыл, И готов продолжать воевать. У каждого пятого нет ни щекло, Ни семьи Никола, ни двора. А каждый шестой от Ашот Симон Выбрал Библию или Коран. Это не мистика тянет давно Тем, кто мечен Афганской войной. Это статистика та, что давно Сотянул нас мертвой пенлей. В этой ловушке мы все как один, Только номер у каждого свой. Тем, кто в этом синдром не топил, Данилай любой ценой. Ставший седьмой был когда-то жена, Но теперь он уже разведет. И в этом не только иная, Просто мало хороших шоков. Ведь каждый восьмой Приходит партина, И ему говорили герои. Теперь все развеищено, У Кипра. Кто считается с этой войной? Каждый директант в полном воду, Просыпаясь, блещить по ночам. Не потому, что мы видим войну, Потому, что он просто был там. Каждый десятый пролил свою кровь, Не бывает войны без потерь. Сегодня война возвращается мной, Только кто же заплатит теперь? Это не письки гадьян на дно, Тем, кто мечет Алганской войной. Это статистик, а то, что нам вновь Затянула с мёртвой петель рови. В этой ловушке мы все как один, Только нолья рука ждала свой. Те, кого этот синдром не добил, Додевают любой ценой. Ходит по сады и видит вокруг, Ищем у крови, бот и слёз. Жизнь от него словно замкнутый круг, Как немного датравных роз. Каждый десятый сидит на игре, Но не верит, что она команда. И оторветь его в этой сцене Сможет только лишь новый гурман. Каждый трёх ссорный без рук или ног, И врата за ним радость вину. Только в жизни тот чем-то помог, Эти льготы уши ни к чему. И если один выпадает на стол, В том, кто в тюрьме продолжает свой путь. Это не мало, Именно то, чем нас любят Ни разу упрекнуть. Это не диски, гадянин на дно, Те, кто мечет авганской войной. Это статистика, та, что давно Затянула нас мёртвой петлёй. В этой ловушке мы все как один, Только номер у каждого свой. Те, кого этот синдром не добил, Добивают любой ценой. Каждый первый из тех, кто там был, Не забынет о том никогда. Нашли первый из тех, кто там был, Не забынет о том никогда. В Афганистане был случай, когда одна змея спасла жизнь нашему Солхату. Об этом были публикации в различных изданиях, В том числе в газете «Комсомольская правда» в середине 80-х. Я об этом слушал, я давно слушал. И задумавшись над этим случаем, После возвращения я написал песню, Он как-то назвал «Змеяка». «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» И он Потому что вам и друзья его всё говорили, Что тебе заб moo с ней удержать ? С ними всё ту горь, приноси, И нельзя ничьемуiksi довели. Этоmpfen Не слышал разговоров. Знай свое, ради нее дай. И никто не знал, что очень скоро Той змея придется отглотить. Придется отглотить и однажды Черный день не гереть. На месте змея пришла вора. Вдруг она отглась после жизни И держала ванья добра. А когда солдат весь посидевший Поутру вернулся в свой отряд, Он увидел в плане Андреича И убитый в сердце, ребят. Вспомнил это я и для печали, Но осталось памяти моей. Там бывало змея, выручали, А здесь бывают люди в ужасе. В ужасе имеют. В ужасе имеют. Рекламу на этой песне, Прежде чем я приехал на Северный Таркас, С концертами и в другие места, И уже там услышали на этой кассете. В своей праздной кассете Северный Таркас, В другой наносит Северный Таркас, И называется, Включили мою песню, Которую назвал солдат удачи. Ты успел воевать за чужие идеи, Рисковать и стрелять, Ищи в том мире, Но теперь у тебя есть другие задачи, Решил записаться в солдаты удачи. Наклюдая за всеми прицелом дамага, Ты родился лишь на весине солдата. У тебя за спиной пара, Сынка патрона, А в кармане последний патрон и икона. Ты стоишь на растюхе, От кристос на распяти, Он за нас принял наши брики и проклятия. Вымираем войну и умножишь потери, Никого ты не любишь, Никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Снова кто-то кричит, Оли ищи России, А ты кровь проливаешь, Их видишь на сене, Их видишь на сене, Их видишь на сене, Их видишь на сене. Снова кто-то кричит, Протал душу, нечувствуя страха, И тебе надо прервать на пистоле алмака. На груди разорвалась цепочка с игоной, И уже на исходе два зимка патрона. Ты в пицце другого, но он не стреляет, Он торговший солдат, но теперь не знает. Ты стоишь на распутье, а плистос на распятии, Он за нас ввел наши грехи и проклятия. Мы играем в войну, и умножишь потери, И кого ты не любишь, и кого ты не стелишь, Но теперь ты поешь, теперь ты поверишь. Но теперь ты поешь, теперь ты поверишь. Спасибо. Я служил в пограничных войсках в Афганистане, В 82-м месячных годах. И мне повезло в том плане, что я двадцать лет спустя Неоднократно приезжал в Афганистан, Откуда я выходил в Афганистан, Куда призывался. Это практически вся, Милитажинская граница, Томпярский, Московский, Хворобский погранотряды. И это двенадцатая пограничная застава Московского погранотряда, На которой было совершено нападение. И где наши ребята, пограничники, Отстояли эту заставу, погибло 25 человек. Я туда прилетал уже после этих тяжелых событий. У нас было очень мало времени, Потому что пограничные слои менялись. И сказали, у вас минут 20 буквально, Чтобы пообщаться. Я для ребят вспомнил две песни. И на этой заставе. Там уже служат одни даджии практически. Но там стоит обидность. В памяти наших ребят погибших. Они, пока я пел песни, Вот эти две песни, Успел отправить одного бойца на склон, И он нашел трикпаны. Это было так трогательно. Они не подали трикпаны, И я его зажил после этого. Посмотрел на эту заставу, Ничего не изменилось с течением. Совершенно. Такая же казарма под землей, Как у нас была в Афганистане. Это биржа, окопы. И песни, которые я написал, И сейчас исполню. Я написал именно в то время, Когда особенно тяжелые события были на Афганской Афганистане. Когда уже были убивительные войска наши, И на Афганистане. И нашим российским пограничкам Прибелось охранять границу с двух сторон. Потому что были боестолкновения. Тяжелые на национальной куче В самой Таджикистане. И они ее охраняли с двух сторон. Именно тогда я написал песню, Патуринасовым. 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 Именно вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Представьте себе, люди отправляли проводы, они их проводили в армию, они приезжают, они командуют, говорят, у нас нет места службы, через полгода, ребят. Это, если я представил свою ситуацию, у меня-то проводы были, я родом из Украины, я украинский клубец, и 400 человек направляли, шалаш огромный, был заряжен, каждый подходил, чапочки поднимал, самогоночки с напутственным словом, все село провело мне в армию, представьте себе, что меня завернули. Ну, во-первых, у меня не было вариантов, так же, как большинство моих, ровесников, служить, как попало, потому что так, вот, вернешься, потом, как люди, мы завернули. Поэтому все служили достойно, достойно провожали в армию, достойно служили, воевали. Вот. А песню на «После при зонику» я написал на летующих в армии посольцах, поговорках, сколько бы не боролись с дедовщиной, ее дискрептики, я не знаю, с ней можно бороться, но поберите его за мной. Вот. Так же, как я и с теми посольцами. Мой милый друг, тебе уже восемнадцать, пора слушать, вернемся, будет двадцать. Тебя на службу срочную прислали, и после первой бани в воду дали. Она пришлась. Тебе не по размеру. Не возмущайся, критики знаймиру. На первый взгляд все очень безобразно. Запомни в армии, дружок, важно быть все однообразно. Все однообразно. Ты обратился вдруг не по уставу, и этим ты снискал дурную славу. Сержант на тупню сразу же поставил. И ты полы, как зеркало драйон. А он пришел, ногами потоптался, и грязь нашел, и сразу же придрался. И понял ты, что это все лома. Чем больше в армии дугу, тем крепче оборона. Крепче оборона! О детальщине ты слыхал немного, но ты не видел в этом криминала. Тебя спросили, сколько на приказа? А ты забыл. Что ж... Получай, зараза! Рука предвладства. Это было ново. Но ты не смог проработать наше слово. Ты просто понял. Могли нас срочно. Что эта школа только лучше бы ее пройти заочно. Пройти заочно! Прошло полгода, вот и оказалось, И что впереди слушать осталось малость. И отпустил ремень, напил панаму. Тебе плевать, что все не по усталу. Теперь ты дед и молоды гоняешь. Не брать живую, об этом забываешь. Ты нарушал устал социализма. По страшному небе неизбежен, как вран капитализма. Вран капитализма! В небе давай! В небе давай! Аплодисменты! Спасибо! Вы знаете, есть... Уж коль я признался, что... Я сын украинского народа, не поделиться с вами самым дорогим устричем Украины... Себра меня поделиться... Это он бы не брать. Кстати говоря, то, как вы делаете тираники, Я имел радость и честь попробовать объесться даже. Спасибо вам за вашу отзывчивость, которая характерна именно для белорусов. Мы славяне, мы такие, мы всегда друг за другом держались, но все равно у нас есть какие-то свои особенности. Есть своя теплота, есть сверва душа. И я рад с вами поделиться самым дорогим, что есть и украинского народа, и что в Беларуси бегут не меньше. Кстати говоря, не знаю, как проверить на достоверность нашу белорусскую дензнаки, вашу валюту. Украинская проверяется одним недавно. Берете украинскую длину, на ней лицо исторической длины, и берете кусок салаши. Проводите вдоль лица, если у него глаза туда-сюда бегают, значит древно-настоящие. Теперь оставлюсь спать только песню. У вас только задание, да. Трудно, поверьте. Проводите. 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 И на полетре идёт, и на полетре идёт, и мне тоже идёт, когда ты молодёшь. Салон, извините, я люблю. Салон, я с тебя сделаю крутящие шмарки. Салон, я с тебя сделаю пятки шмарки. Салон, я с тебя сделаю крутящие шмарки, И ночи в токоненты, и мне тоже однажды ждёт, и мне тоже идёт. Салон, извините, я люблю. С балмой, я с тебя сделаю пятки шмарки. Песня, которую я написал совсем недавно, это песня о пограничиках, о том, как мы отмечаем наш праздник. Кстати, пограничник у нас есть в зале? Мы сказали, что есть такой Денис Юрьевич. Да? Ну вот лично для праздного погранича и для всех вас я исполнил свою новую песню, которую я назвал «Пограничная собака». Это чисто условное название, а собаки там все свои вещи, да, особо это и нет. Но там уж толщину-то получили, вот эта фраза пришла, был герой, и от нее толщу на всю песню пошел. Вот, и я в такой эйфории находился, потому что давно не писал песни на пограничную тему, тем более предварительно. Праздник я ее написал 28 мая, вот, и была премьера, исполненная их в интернете. Было множество просмотров, вот, благодаря вот «Снежанке», которая вот снимает, она сделала видео, такой ряд, хороший, съемка на «Пограничной кореи». Вот, со мной хватало целый день, было же где-то интернет. И душу убеет, что больше просмотров, чем у Газманова с песней «Пограничная» заставал. Вот, ну, радует это, конечно. Самое главное, что я ее написал от души, написал о том, как мы отмечаем наш праздник. Вот, а «Снежанка», «Пограничная», ну, не знаю, первая фраза была. Есть такой, даже они, вы знаете, идут «Пограничной» с «Трезором по границе», вот, и тут какой-то там шорох пуста. Он говорит «Трезор», говорит, «Иди посмотри, кто там». «Трезор», говорит, «Сам иди посмотри, я отсюда балаясь». «Пограничная собака» «Пограничная собака» «Пограничная собака» «Пограничная собака» «Погреть, обьет свинец» «На круги еще два знака» «И облички покраниц» «Иногда мне это снизу «Но в системе яд» «Нарушителя провинции» «Обязательно найдутся» «И на суши и на море «Отлюбимые в парике» «Пограничная собака» «И граница на замке» «Не учтим жид у вас, как вае» «И на всех один секрет» «Наши ночи в тумане» «Забудишься в тумане» «Если есть зеленый свет» «Если кто-нибудь не знает» «Пусть простит и нас споет» «Пограничники гуляют» «В море не десятцы разбудут» «Обосюду отправляют» «Вашу жизнь и ваше покое» «Сколько нам не наливают» «Пограничник всегда живой» «И на суши и на море» «Отлюбимые вдалеке» «Пограничники дозори» «И граница на замке» «Ключ не жид у нас в кармане» «Никому не отдадим» «Наши ночи в тумане» «Мы всегда границ в тумане» «Ну а если мы гуляем» «Не ударим грязь лицом» «Потому что точно знаем» «Что нет бывших покровцов» «Моя любимая граница» «С нами вместе на мигах» «Будем мы всегда гордиться» «За свои покровой ска» «И на суши и на море» «Отлюбимые вдалеке» «Пограничники дозори» «И граница на замке» «Ключ не жид у нас в кармане» «И на свет один степень» «Он как только я в статане» «А лучше зеленый цвет» «И зеленые бурочки» «Не нарушат ваш покой» «Воз зеленые теляшки» «Уйдет за наш бурмовой» «Вам напомнят нашу службу» «И в Афгане, и в Чище» «Не забудем нашу дружбу» «Нашим братьям на войне» «И на суши и на море» «Отлюбимые вдали вверх» «Пограничники дозори» «И граница на замке» «Пусть нам головы загружит» «Это майская пора» «Пусть права живет их дружи» «Пограничников! Ура!» «Пусть нам головы загружит» «Это майская пора» «Пусть нам головы загружит» «Это майская пора» «Пусть нам головы загружит» «Но много времени есть для этого дела» «Кому понравилось, значит, понравилось» «Не понравилось» «Извините, что заняли ваше время» «Вот, ну, Пусть!» «Я знал, что ты никогда не поднадлешь» «Спасибо!» Спасибо.